здравствуйте мои дорогие подписчики сегодня мы с вами отправляемся в путешествие по санкт-петербургу точнее по невскому проспекту на автобусе маршрут 191 по нечетной стороне зданий четную сторону я вам показывала в предыдущем ролике если кому интересно смотрите ссылочку в верхнем правом углу а пока мы заезжаем на дворцовый мост расскажу о том что это путешествие я отправилась после такс парада на котором побывала тоже ссылочку прикреплю в верхнем правом углу это было в середине сентября ну вот дошли руки наконец-то сделать ролик показать и рассказать вам о том что находится у нас в петербурге на невском проспекте на нечетной стороне итак мы стоим на светофоре стрелки васильевского острова и теперь поворачиваем на дворцовый мост после чего мы проедем дворцовую площадь и уже выедем на невский проспект а пока мы пересекаем его здесь вы можете увидеть исаакиевский собор шпиль адмиралтейства и много людей туристов и жителей города которые наслаждаются последними деньгами бабьего летом на остановочках я как всегда делала паузы поэтому наш маршрут будет без остановок в основном где-то может быть мы попадем в пробку дворцовая набережная на светофоре встанем везде я старалась сокращать это время и по пути буду рассказывать что-либо о зданиях которые мне известны где мне удалось побывать когда-то и может быть даже поработать вот на данный момент мы встали на светофоре видим как проезжают лошади с каретами это у нас такое туристическое развлечение у дворцовой площади все кто хочет прокатиться на таких каретах почувствовать себя золушкой можете оплатить такую поездку и проехаться по центру петербурга ну здесь как всегда напряженный такой трафик очень много машин поворачивает в центр города вообще невский проспект такая бизи-бизи малая морская улица то есть очень занятая много народу всегда туристов а также машин в общем большой трафик практически всегда за некоторым исключением даже несмотря на то что это был выходной день и машин не так уж и много нежели станция метро невский проспект все равно периодически мы застреваем на светофорах в трафике и проезжаем уже начало невского проспекта первый третий номер здесь находится огромное количество всяких бизнес-центров офисов и магазинов там вдалеке находится новая недавно построена станция метро адмиралтейская мы продолжаем путешествие по невскому проспекту пересекаем большую морскую улицу набережную реки мойки и проезжаем некоторые магазины типа зара или ска здесь кстати находится это фирменный магазин хоккейного клуба ска хоккейный клуб и ледовый дворец находится кстати недалеко от моего дома в невском районе куда мы и управляемся и выезжаем на казанскую площадь и увидеть наш знаменитый казанский собор это действующий собор здесь обычно проходит и рождество и пасха иногда бывает наш президент посещает такие мероприятия он он находится на набережной канала грибоедово который мы на данный момент тоже пересекаем и продолжаем путешествие по самому самому центру петербурга по невскому проспекту который продолжает знаменитый гостиный двор этот универмаг известен на весь мир так же как московский гум здесь я думаю можно найти любой товар на любой вкус цвета и кошелек ну цены конечно как всегда высокие честно говоря я по этому магазину ходила очень давно и давно не заглядывала что же там нынче продается здесь часто проходят протесты поэтому стоит машина милиции на всякий такой случай ну и мы встали на светофоре ждем когда будем пересекать садовую улицу с трамвайными путями и вот сейчас мы их пересекаем очень солнечный и хороший такой теплый день был и выезжаем на площадь Островского где проходит много различных мероприятий периодически последний который я посещала в мае по-моему или в июне наверное в июне это бал цветов некибаны красивые оформления различных платформ и костюмов были представлены на этом фестивале если кому интересно ролик прикреплю сверху в правом углу дворец творчества юных дворец творчества юных следующая остановка летели проспект ну и дальше мы проезжаем Аничков дворец Аничков обычно его называют петербуржцы это дворец творчества юных здесь когда-то я проводила концерты детские когда работала в доме народного творчества какие-то мероприятия здесь проходили в основном танцевальные и на данный момент мы пересекаем Аничков мост через канал набережной реки Фонтанки дальше вы видите розовое воздушное такое зефирное здание это дворец белосельских-белозерских там я побывала однажды внутри тоже когда работала в доме народного творчества какое-то то ли мероприятие то ли семинар мы там проводили очень красивый интерьер внутри по-моему там даже какая-то дубовая комната находится очень красивый такой старинный зал ну за фонтанкой в сторону вокзала уже начинаются огромные большие знаменитые отели а также рестораны это такой район рядом со станцией метро Майковская который привлекает огромное количество туристов и располагает наших гостей в городе Санкт-Петербург также здесь находятся знаменитые магазины которые еще пока какие-то работают какие-то уже закрылись в связи с санкциями но тем не менее площади не пустуют и заполняются другими новыми магазинами или офисами или гостиницами вот мы проезжаем стацию метро Майковская заглядываем вглубь других улиц и практически уже после пересечения станции Майковская остановка станция метро Площадь Восстания Московский вокзал следующая остановка Суборовский проспект на другой стороне находится эта же станция называется Площадь Восстания и выезжаем на Московский вокзал с которого отправляются поезда в различные уголки нашей необъятной страны впереди вы видите обелиск города-героя Ленинград ну а также рогатые троллейбусы все еще ездят по нашему городу хотя многие из них уже могут передвигаться и без электричества на батареях вот он Московский вокзал отсюда обычно мы выезжаем в Москву и дальше уже на нас прикрепляют на другие поезда там в Киров мы ездили а нет в Киров мы с Ладожского вокзала выезжали ну вот с этого вокзала мы ездили по-моему в Сочи и в Ялту ну это было давно еще до моей жизни в Лондоне ну как всегда вы видите автомобили милиции на случай всяких непредвиденных ситуаций потому что вокзал это всегда такое место где может произойти что угодно ну большое скопление людей теракты в общем наш город всегда живет в режиме боевой готовности к любым непредвиденным ситуациям ну и после вокзала мы выезжаем на Старо-Невский проспект на противоположной стороне я уже показывала и рассказывала я работала когда-то в агентстве недвижимости а здесь в основном находятся жилые дома с офисными центрами и некоторые гостиницы, рестораны и магазины люди гуляют наслаждаются ярким солнышком хорошей и теплой погодой остановка Суворовский проспект на данный момент у нас уже сильно похолодало около 5 градусов на улице периодически идут дожди в общем осень вошла в свое русло ну а я вам показываю сентябрь вот на Старо-Невском проспекте уже я видела многие бутики как раз таки здесь они находились и Диор и Шанель вот они все закрыты уже не работают и окна у них заклеены вот Балгари как видите вот этот Диор как раз мы проезжаем так что площади свободные если кому-то надо Луи Виттон вот проехали кому-то надо приезжайте, занимайте и пожалуйста снимайте помещение и делайте свой бизнес в центре северной столицы монплан или открыт пока непонятно вот такие вот современные здания построены или отреставрированы наверное все таки можно сказать в достаточно старинных зданиях но все выглядит шикарно так как это главная улица Санкт-Петербурга поэтому тут все должно быть чистенько и аккуратно очень мало зелени как вы можете увидеть есть какие-то небольшие олейки с деревьями но в основном оформляют цветами на каждом столбе существуют букетики в летний период времени а большие вот такие вот деревья очень редко можно увидеть в центральных районах города и так мы подъезжаем к станции метро площадь Александра Невского остановка станция метро площадь Александра Невского здесь обычно если я еду на метро в центр города я делаю пересадку со своей линией ветки метро следующая остановка улица Стахановцев вот там в глубине находится вход и выезжаем на саму площадь Александра Невского где находится Александра Невская лавра и там большое кладбище знаменитых писателей композиторов и деятелей культуры а сбоку от него видите Сергея Батрова недавно нам сделали такое граффити в чем сила брат сила в правде и уже вот выезжаем на мост Александра Невского и пересекаем снова Неву после чего мы уже попадаем в Красногвардейский район а вот там вдалеке можно увидеть поезд идет железнодорожный мост который кстати уже виден с моего окна немного виден то есть я живу не так далеко от площади Александра Невского мне до него пешком идти наверное минут сорок ну может пятьдесят а до Невского ну до метро канал от Грибоедова или до гостиного двора наверное еще столько же то есть полтора часа пешком где-то я могу уже быть в центре города пока на этом все не прощаюсь с вами до скорых встреч 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 от ваших встреч до скорых встреч до neck Продолжение следует...